Лариса Ивановна, насколько для нас актуальна проблема онкологии и целевые показатели, поставленные федеральным правительством, также касаются и ее? Есть ли какие-то приоритетные задачи, направления, которые выделяет региональное здравоохранение? И, возможно, новые какие-то методики применяются для того, чтобы улучшить ситуацию? Ситуация по смертности от онкологических заболеваний в Курганской области и, в частности, в Уральский федеральный округ одна из неблагоприятных в Российской Федерации. У нас достаточно высокий уровень смертности. В 2016 году это с 265 на 100 тысяч населения. Это достаточно серьезный показатель. И, проанализировав его, мы приняли, несмотря на то, что у нас уже был принят план по снижению смертности, мы в 2016 году решили принять еще ряд дополнительных мер. У нас было поручение губернатора изучить практику соседей. В результате было принято решение о введении в Зауралье скрининг исследований. Первое коснулось курильщиков со стажем привычки свыше 30 лет. Возрастная группа была определена от 55 до 65 лет. Отбор проходил по результатам диспансеризации населения, в том числе анкетирования. В итоге в 2017 году была собрана группа в 6 тысяч человек. Все пройдут компьютерное томографическое исследование. Ведь нужно сказать, что уже есть свои результаты. Вот за два месяца было осмотрено 237 человек и выявлено 9 случаев онкологических заболеваний. И 90 случаев фоновых заболеваний у этих пациентов. Соответственно, мы своевременно можем начать лечение, либо заняться профилактикой развития онкологических заболеваний. До конца года должны будут обследовать всех попавших под скрининг. В региональном здравоохранении сконцентрированы все усилия. Определена маршрутизация пациентов в медучреждения, в которых имеются томографы. И вот буквально вчера у нас было промежуточное рабочее совещание для оценки, как у нас работает этот проект. И приняли решение, чтобы кабинеты работали по субботам. Для того, чтобы пациенты могли во вне рабочее время вот из этой группы посетить томографические кабинеты. Значит, второе, что мы для себя определили, нас беспокоит все-таки, и это достаточно на высоком уровне, смертность от заболеваемости раком толстого кишечника. Диагностика данного вида рака проводится при результатах химико-таксиологического исследования КАЛА на скрытую кровь. Кстати, в аптечной розничной сети доступны тест-приборы, которые позволяют каждому желающему провести анализ дома. Что касается второй группы, она также будет отобрана по результатам диспансеризации. По результатам его пациенты будут направляться к гастроэнтерологу и к проктологу, и им будет проводиться колоноскопия абсолютно бесплатно. Для этой цели мы определили базы. Это у нас областная клиническая больница, онкологический диспансер, вторая городская больница, которые оснащены сегодня оснащением. Цель – увеличение выявляемости заболеваний толстого кишечника, в том числе на ранних стадиях. Пилотные проекты уже запущены в городах Курган и Шадринск. Скрининг исследования будет проводиться до конца года. В зависимости от результата, в 2018 году данная практика будет транслироваться уже на всю область. Первые результаты уже есть, и по мнению Ларисы Ивановны, это должно смотивировать население заняться самоконтролем. И третье, что мы для себя дополнительно определили, это скрининг рака шейки матки, современные методики. Мы их также запустим в определенных возрастных группах при проведении диспансеризации. Возьмем женскую консультацию города Кургана и посмотрим, какова будет эффективность применения обычных методик и применения современных методик, новых, которые нам предлагают. Выбор скрининга спровоцирован наличием в Курганской области рака шейки матки, в том числе уже в запущенном состоянии. Врачи негодуют, ведь заболевания наружные и локализации, а значит это вопрос женской организации. Посещение смотрового кабинета раз в полгода или раз в год должно быть за правило. Мы сегодня изменили работу смотровых кабинетов. У нас в двух больницах мы отработали пилотные проекты по обследованию в смотровом кабинете. Если раньше это подразумевалось узко, смотр женщин, то сейчас это анкетирование. Это по определенной маршрутизации обследование пациента, в том числе и обследование лимфоузлов, и обязательно обследование прямой кишки. Работа смотровых кабинетов скорректирована и для осмотров мужчин. Часто встречается рак предстательной железы и прямой кишки. В связи с этическими вопросами сильному полу предоставляется анкетирование. При выявлении жалоб направляются в кабинеты хирургов и урологов. Кроме того, мы оснастили все больницы на сегодняшний день, вернее, они оснащены ректоскопами. Абсолютно простая процедура проведения ректоскопического исследования на раннюю диагностику рака толстого кишечника. Нужно сказать, что в Европе эта процедура обязательная для получения страховки, потому что эти заболевания проще лечить все-таки на ранней стадии. В следующих выпусках речь пойдет о материнской и младенческой смертности, а также доступности для зауральских семей процедуры ЭКО. Алексей Старцев, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.